Всем привет! Это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу, как на моих губах выглядит помада МАК. Если ангарчанкам интересно, где я ее купила, я отвечу на ваши вопросы. Итак, этот нюдовый оттенок. На мой взгляд, он у меня идет меньше всех оттенков, которые у меня есть. Но сейчас мы перейдем от слов непосредственно к делу. Это второй оттенок. Он мне нравится больше. Помада матовая, моментально высыхает и очень хорошо смотрится на губах. И вот такой оттенок, который мне нравится больше всего. Вот он на губах. Он смотрится чуть светлее, чем общепринятая Марсала. Поэтому советую вам обратить внимание именно на этот оттенок. Вот эти матовые помады от МАК могут полностью заменить нубами либачи. И я не побоюсь этого слова. К тому же второй оттенок, который я показывала, он очень перекликается с тем, который я брала. В чем преимущество МАК в том, что эта помада совершенно матовая. И когда она высыхает, она 100% уже не отпечатывается. С нубами либачи, который идет в коротеньких, прозрачных таких тубах? Нет, нет. Да, говорят, она стойкая. Да, говорят, она стойкая. Но я вам честно скажу, что я брала ее. И по сравнению с классикой, это самый близкий к классической нубе либачи. То, которое взглянули на ее упаковочке, было раньше. То есть, при том, что помада матовая, как бы это ни звучало странно, она не сушит губы. А для того, чтобы сделать губы больше, нужно взять карандашик Эссенс, который я разместила в своей коробочке. Я подобрала оттенок, который идеально совпадает практически один в один со стандартным средним оттенком губ. И вот ровно на грифель карандаша выступаю за контур, потом рисую по этому грифелю матовой помадой, которая не прощает ошибок. Вы просто гарантированно полдня будете выглядеть до приема жирной пищи просто суперфейн. И сейчас я покажу еще два оттенка. Это мои любимые помады за лето. Вот еще один оттеночек помады. Он на губах. Он на моих губах. Он более такой винный, чем показывает видео. И здесь уже не столько я хочу сделать акцент на то, что это маг, сколько я хочу сделать акцент на то, что она очень комфортная, она увлажняющая, средней стойкости, о какой-то бронебойной стойкости не может быть и речи. Эта помада будет нуждаться в постоянном подправлении. И если выбирать, ну, может быть, как вариант, нанести ее на последнюю матовую помаду поверх. Все то же самое, только с устроенным видом и присутствием шеи я повторять не буду. Такой оттенок помады. Он тоже мне очень нравится. То есть из двух помад, которые в виде пуль, этот мне нравится больше значительно. И у него очень классная текстура. То есть если сравнивать текстуру предыдущей помады и этой, у этого цвета текстура лучше. Я советую вам найти корнеры, посвочить все, посмотреть на себе. Потому что сейчас, в данный момент, я, может быть, скажусь и при естественном свете, но в данный момент у меня смешанный свет. Вот здесь желтая лампа передо мной окно. И поэтому цветопередача не будет точной. Но я бы советовала вас обратить внимание на эти помады, потому что они очень классные. И я думаю, что я смогу их совершенно точно назвать фаворитами этого лета. То есть я открыла для себя эту марку и сразу обзавелась пятью штучками. Вот они все. Это не обзорные продукты. Я сама не смотрелась в видео. Итак, это первая помада, которую я первую показывала вам. Вот в таких коробочках. Это первая, менее удачная, но так, на всякий случай, чтобы была, я решила ее взять. Когда я уже поняла, что она желтит зубы, я обзавелась вот такой второй коробочкой. И здесь указаны оттенки. Да, они указаны вот здесь. То есть она более удачная, на мой взгляд, и более холодная. У нее тоже такая близкая к нюду. Очень клевая. Это моя самая любимая. Она более темная, более вишневая, когда вы смотрите визуально на нее. И вот здесь, наверное, я также смогу найти оттенок. Очень мелко написано. Я не буду отвлекать на это ваше время. Вот. Ее можно пускать сверху оттенком Марсала, если губы вдруг вы чувствуете, что пересушены. Контур держит отлично матовые помады. Девочки, особенно у кого появляются вот здесь первые морщинки, этой проблемы не должно быть. Во всяком случае, у меня ее нет. При хорошем, таком нормальной средней макияже. И вот этот оттенок тоже великолепен. Итак, это были помадки Мак. У меня их пять. Хватит мне их на сто лет. И у меня предвидится огромная зачистка коллекции помад. Вот они все, на все случаи жизни. Вот, честное слово. Пять штучек, и вы в шоколаде. Надеюсь, это было вам интересно и полезно. Всего-всема хорошего. Пока. Ставьте палец вверх. Если что-то вас не устроило в тактичной вежливой форме, будьте добры, укажите в комментариях. Я обязательно исправлюсь. Специально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!